С приходом весны и теплой погоды в крае стартовал традиционный месячник по наведению санитарного порядка и благоустройству территорий населенных пунктов. 24 апреля был проведен Всероссийский субботник, в котором активное участие приняли и жители нашего района. Подробности в следующем материале выпуска. Утро субботы выдалось пасмурным и ветреным, но несмотря на непогоду сотни славянцев, объединенных одной общей целью – сделать свой город чище и краше, вышли на улицы и придомовые территории в рамках Всекубанского субботника. Старт субботнику дали в Северном парке, благоустроенном по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Собравшихся поприветствовал глава Славянска-на-Кубани Александр Берсенев, поблагодарив жителей за неравнодушие к жизни своего города и активную гражданскую позицию. Пришла весна и буквально 2-3 дня только немножко установилась погода. Наши службы, которые должны были заниматься и работать наведением санитарного порядка, но немножко, честно говоря, отстают. Отстают именно в связи с погодными условиями. Ну, с такой силой, как я сейчас посмотрел, находятся здесь. Я думаю, мы все победим, потому что впереди еще праздники. 1 мая, 9 мая. Ну, а город мы привыкли, чтобы у нас город был чистым и довольно-таки уютным. Также глава города призвал земляков принять участие во всероссийском рейтинговом голосовании по выбору объектов для благоустройства, которое проходит на онлайн-платформе 23.городсреда.ру. В Славянске-на-Кубани на голосование вынесены две территории – благоустройство улицы Набережной и парка имени Григория Пономаренко. В субботнике приняли участие студенты, сотрудники городской районной администрации, работники организаций и предприятий. Общественно-социальный центр городской сегодня принимает участие в общероссийском нашем субботнике. Мы работаем в Кубрисе, убрали парк пограничников, вывезли там мусор, подмели дорожки, собрали ветки после зимы. Ну и, естественно, около своего родного предприятия навести красоту и порядок на лето, чтобы работалось хорошо, чисто и уютно. Мы здесь работаем, нам приятно здесь работать и, так сказать, хотим, чтобы рядом с нами было чисто, уютно и красиво. Во время уличной генеральной уборки был собран мусор в скверах и парках, поберены бордюры на центральных улицах города, очищены клумбы и подметены пешеходные дорожки, убраны листва, окрашены детские площадки. Я человек старшего поколения и в моей памяти до сих пор все это живо – Ленинский коммунистический субботник. Это для меня святое, поэтому с удовольствием принимаю участие в таких мероприятиях, тем более покрасить детскую площадку для нашего будущего поколения тоже замечательно. Я призываю, будьте активны. Ну, активная жизненная позиция, она же тоже помогает нам жить. На призыв присоединиться к субботнику жители города не откликнулись, хотя, надо отметить, бездействовали не все. Пенсионер Александр Бавтунов постоянно наводит порядок около своей придомовой территории. Субботним утром он также вышел на уборку. Ну, чтобы было красиво, стараемся вот это вот, трубу покрасил, видите, дальше газовые, ну, не успевают. Ну, как-то вот здесь все, ну, весной перекрашиваем газончик этот, чтобы, стараемся не наезжать там вот как-то. Приятно, когда приходишь и видишь газончик ровненький, там дорожки, все так, вот так. Еще один пример неравнодушия и активной гражданской позиции всем взрослым жителям города показали юные жители многоквартирных домов по улице Батарейной 371 и 371 дробь 1. Брат сестру, не дожидаясь приглашения, сами вышли на покраску детской площадки. Мы живем вот в этом доме, мы обожаем играть на площадке и решили помочь волонтерам покрасить. Активное участие в субботнике приняли учащиеся учебных заведений. Студенты занимались уборкой улиц от мусора, побелкой деревьев, покраской лавочек. Наша группа представляет Славянский сельскохозяйственный техникум. Нас сегодня пришла, ну, вся группа, 25 человек, с каким настроением, не знаю, для меня это радость, потому что я живу в этом городе, пока обучаюсь, и мне самой приятно, когда город ухоженный, когда можно посидеть на красивых накрашенных лавочках. На территории города в субботнике приняли участие более 200 человек. Всеобщими усилиями были приведены в порядок скверы и парки, покрашены детские площадки, побелены деревья и бордюры. После генеральной уборки Славянск на Кубани заметно преобразился, засияв свежими весенними красками. Однако работы по наведению санитарного порядка на этом не заканчиваются. Уважаемые славянцы, давайте дальше поддерживать наведенный порядок, уважать труд своих земляков. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».